Всем привет! Ты смотришь Универ Нилс. Мы расскажем и покажем в самые свежие и актуальные новости. Сегодня с тобой я, Аурелия Сташкова. Начинаем наш выпуск. Новые идеи для поднятия российской экономики обсудили в КСК Уник с Рустамом Минихановым. КСК Уник собрал в своих стенах авторитетные лица большинства динамично развивающихся предприятий. Какие идеи способны предрешить будущее российской экономики? И какие проекты заинтересовали президента республики Татарстана лично? Ответы на эти и многие другие вопросы уже знает наш корреспондент Аделя Шмилова. 9 февраля в КСК КФУ Уник состоялась совместная итоговая коллегия Министерства экономики Татарстана и Министерства промышленности и торговли республики с участием президента Рустама Миниханова. Тема всех докладов затронула инновационное развитие предприятий как основу повышения конкурентоспособности экономики. В работе коллегии приняли участие министр экономики Татарстана, заместитель премьер-министра республики, глава Кукморского муниципального района, заместитель генерального директора ПАО КАМАЗ и многие другие. Стоит отметить, что площадка Казанского федерального университета была выбрана не случайно, ведь именно университет является той самой сокровищницей знаний, где особенно динамично развивается кадровый потенциал. Могу сказать, вот даже сегодняшняя выставка, то, что сделано Казанским федеральным университетом для поддержки бизнеса, для использования нашей площадки высшей школы для развития бизнеса, ну и те презентации, которые были организованными нашими предприятиями, импортоориентированной продукции, конечно же, это большой труд. Само мероприятие началось со знакомительного обхода в стенах культурно-спортивного комплекса. Представители различных институтов КФУ продемонстрировали участникам мероприятия важнейшие проекты и разработки, миссия которых заключена в том, чтобы улучшить ситуацию экономического рынка республики. Стоит отметить, что представленные проекты далеко не единственные, над которыми ежедневно идет кропотливая работа. Также КФУ принимает активное участие в развитии Камского инновационного территориально-производственного кластера «Инакам». В число его кластерных проектов вошло создание инжинирингового центра в области создания гибких производственных систем механообработки и прототипирования. В прошлом году правительством Российской Федерации утверждена концепция создания центра «Инакам», который признан точкой роста экономики не только республики, а и остальной России в целом. В первую очередь проекты направлены на снижение инфраструктурных ограничений, которые связаны с модернизацией наших предприятий. Министр экономики Татарстана отметил, что «Инакам» сегодня – это современные нефтехимические и нефтеперерабатывающие предприятия, которые известны как на российском, так и на мировом рынках. Научно-образовательный комплекс представлен Казанским федеральным университетом и двумя национальными исследовательскими вузами. Старейший вуз России обеспечивает предприятие квалифицированными кадрами и передовыми инновационными разработками в области химии и нефтехимии, а также машиностроения. Сегодня во многом успешность реализации проекта «Инакам» зависит от предметной работы наших отрасливых министерств с федеральными органами власти. Реализацию центра «Инакам» способствует созданной в прошлом году решением также правительства России территории опережающего развития в городе Набежной Челны. А далее в течение мероприятия было озвучено множество докладов и представлены любопытные прогнозы. После детального обсуждения каждого встреча была завершена на весьма положительной ноте. Президент Республики Татарстана Рустам Миниханов наградил почетными медалями тех, кто внес значительный вклад в развитие экономики за прошедший 2016 год и поставил новую задачу – реализовать самые громкие планы по достижению новых побед. Аделья Шамилова, Ленарта Влетьяров, Роман Самарин, Универ Ньюс. Почетным званием удостоили Ильишата Равкатовича Гафурова. О том, чем пополнилась копилка наград и достижений ректора Казанского университета, узнаешь в следующем сюжете. В день российской науки 8 февраля на очередном заседании Академии наук Республики Татарстан вручили диплом действительного члена Академии наук ректору КФУ Ильишату Равкатовичу Гафурову. Получение звания академика в Республике Татарстан достаточно для меня личное почетное звание, признание той работы, которой я посвящаю каждый день своей жизни. В то же время это признание нашего университета, поскольку я работаю ректором уже в течение шести лет, и все ректора Казанского федерального университета, Казанского государственного университета с самого первого дня были, в общем-то, членами Академии наук Татарстана. Голосование проходило 22 декабря на отчетной конференции Академии наук Республики Татарстан. Там ректор Казанского университета был представлен от отделения социально-экономических наук Академии наук Республики Татарстан, где его кандидатуру поддержали единогласно. Выбор на нее пал не случайно. Ректор Казанского университета не только успешно справляется со своей должностью, но и добивается достижений в научной области. Им опубликовано более 70 научных статей в журналах, индексируемых в базах Скопус и Ринц. Он также вносит свой вклад в развитие системы высшего образования Республики и продвижения Казанского университета в списке лучших университетов мира. Этот год был для меня особенный, поскольку в один и тот же год я в то же время избрался и в Российскую академию образования. В моем лице, я думаю, мы увидим интеграционный мостик между двумя академиями. Помимо ректора Ильшата Гафурова в состав Академии наук Республики Татарстан вошли еще шесть представителей Казанского федерального университета. Всего в этом году званий в Академию наук Республики Татарстан получили 23 ученых. Численность организаций заметно увеличилась всего в Академии наук после голосования и вручения дипломов стало 134 члена корреспондента и академика. Анна Глазунова, Ленардо Влесьяров, Универньюз. А теперь предлагаю заглянуть в мир интернета. Прямо сейчас наша традиционная рубрика Веб-Ньюз. С 16 по 22 февраля в Национальном музее Республики Татарстан пройдет праздничная неделя «Госпожа Честная Масленица», посвященная одному из самых веселых праздников в году. В центре Казани на фасаде дома одного из жилых комплексов на улице Островского появилась гигантская световая проекция, показывающая президента России Владимира Путина в тюбетейке. Видеозапись появилась в соцсетях. Даже не думая уходить, говорилось в подписи под портретом. Казань 15 февраля примет товарищеский хоккейный матч игроков клуба «Филадельфия Флайерс» и сборной Татарстана. Ожидается, что команду Республики возглавит Рустам Миниханов. В КФУ работает множество центров. Одним из них является Центр развития компетенции «Универсум Плюс», который работает совместно с Институтом международных отношений, истории и востоковедения. О том, какова структура центра и какие языки можно изучить, ты узнаешь в сюжете Дианы Шиловой. Пожалуй, каждый хоть раз хотел в совершенстве изучить английский или китайский язык. В Казанском федеральном университете такую возможность предоставляет Центр развития компетенции «Универсум Плюс», который работает совместно с Институтом международных отношений, истории и востоковедения. По Центрам развития компетенции собраны 8 центров, которые уже работают более 10 и 20 лет и 53 программы. «Универсум Плюс» подразумевает под собой не только изучение 10 самых различных языков, но и учебные центры. Среди них современная филология, туризм и гостеприимство и Центр социально-ориентированных программ. Стоит отметить, что, конечно же, всех интересует больше английский язык, так как он является международным. Наш Центр английского языка предлагает широкий спектр образовательных программ, прежде всего, ставшие уже традиционными программами переводчик в сфере персональной коммуникации и английский язык различных уровней. А также мы предлагаем новые программы, которые будут интересны широкому кругу наших слушателей. Это английский клуб с участием носителей английского языка, а также подготовка к сдаче международных тестов TOEFL и IELTS. Изучение иностранных языков – это возможность не только повысить свои навыки, но и познать культуру других народов. Диана Шилова, Роман Самарин, Универ Ньюс. На этом у меня все. До скорых встреч. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!